Музыка Теперь, сегодняшняя тема, сегодняшняя тема мы поговорим с вами на тему основы веры, основы веры, основы веры и давайте откроем римлянам, послание к римлянам, первую главу 17 стих, начнем оттуда. Конечно же, Ешуа, он является самым таким большим основанием, или он и есть основание нашей веры, да, и здесь в этом стихе, первая глава 17 стих написано, в нем, то есть в Ешуа открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, аминь. Жизнь наша, она зависит от веры нашей, здесь написано то, что в Ешуа, именно в нем открывается все больше и больше вера, как мы должны веровать, как мы должны следовать за Богом, что мы должны делать в нашей жизни. И поэтому все основания, которые мы сейчас посмотрим с вами, они в принципе основываются в первую очередь на Ешуа Мессии. Давайте откроем с вами Второзаконие, 13 главу, 4 стих. Второзаконие, 13 глава, 4 стих. В Иврите это 5 стих. Второзаконие, 13 глава, 4 стих. В Иврите это 5 стих, насколько я помню. У нас в русском написано так. И мы сегодня посмотрим с вами вот на эти основы, которые здесь записаны для веры каждого из нас. Итак, первое то, что здесь написано, что последуйте Господу Богу вашему. И я напишу, последуйте Ешуа. Это первое. Последуй Ешуа. И вы знаете, каждый человек, и мы тоже с вами в определенный момент принимаем решение в своей жизни. Куда мы идем? Будем мы следовать за Ешуа или не будем мы следовать за Ешуа? Ешуа говорит, что прежде чем принять это решение, мы должны сесть и посчитать. Помните, когда построить там башню, или когда пойти на войну, то нужно сесть и посчитать. Эти притчи, они говорят в контексте о том, что мы должны перед тем, как принять решение, что мы следуем за Ешуа, мы должны все взвесить и принять основательное решение в своей жизни, что если мы идем за Господом, то мы идем до конца. И уже не сходим ни влево, ни вправо. Но наша жизнь, она посвящена Ему, и мы идем за Ним. Бог дает задаток Святого Духа человеку. Он дает ему все, чтобы человек покаялся. Иногда человек кается и вроде бы как бы начинает двигаться за Богом, но потом оборачивается назад и уходит в сторону. Но ведь было покаяние. Ведь Дух Святой как бы действовал в жизни этого человека. А что же случилось? И вы знаете, в послании к римлянам, в шестой главе, описаны такие люди, что они снова распинают Ешуа, снова ругаются Ему в лицо, что невозможно обновить покаянием этих людей, потому что они снова сворачивают в сторону. Мы же должны научиться в нашей жизни идти за Богом, куда Он, туда и я. И вы знаете, вот для нашего народа было очень такое явное присутствие Бога в форме облака и огненного столпа. И хорошо они чувствовали это прямо в своей жизни, когда они двигались за Богом, они были под облаком, и все было в порядке. Как только кто-то из них уходил, он выходил из-под этого облака. Вы знаете, мы должны научиться чувствовать и переживать так нашего Бога, так нашего Отца, что мы должны чувствовать наше отдаление от Него. Вот у кого есть дети, маленькие дети, и вы с ними пошли куда-то. Вот, допустим, пошел я со своим сыном на море, и он плавает, купается, радуется, ему хорошо. И тут раз он меня потерял из виду, не видит меня, смотрит, где я, а я там где-то рядом, да, так проверяю бдительность его. И он не видит меня, он тут же начинает переживать. Он тут же как бы, а где папа? То есть он тут же чувствует, что Отца нету рядом. И вот мы должны научиться точно так же чувствовать Бога. Понимаете бы, отец и сестры, что мы не видим нашего Отца. А где Отец? Может быть, я куда-то в сторону отошел. Отец, я рядом с тобой. Потому что мы же хотим быть рядом с Ним. Аминь. Мы же хотим переживать Его все время в своей жизни. Мы же молимся об этом. Постоянно. И нужно научиться вот чувствовать Бога. В моей жизни были периоды, когда я учился в Технеоне. Я чувствовал, что Бог не хочет, чтобы я был там. И я чувствовал, что это не то место, где я должен быть. Я чувствовал это внутренне. Может быть, я не хотел признаться себе, но я чувствовал внутренне. Обычно мы начинаем отдаляться от Бога, когда мы пытаемся как бы протолкнуть свою волю Ему. То есть сделать так, чтобы Бог сделал то, что мы хотим, а не то, что Он хочет в нашей жизни. Мы постоянно должны переживать видимое участие Бога в нашей жизни. Это защита Бога в нашей жизни от лукавого. И когда выходишь из-под облака, то что происходит? Начинает печь, начинает быть жарко, начинает быть плохо. Жажда тебя одолевает. Давайте посмотрим в Луки, в 9 главе, через что, как бы, три основных причины, почему люди не двигаются или не следуют за Богом, оправдывая себя как бы этими причинами. И я бы сказал то, что с одной стороны, это дьявол искушает, а с другой стороны, Бог, Он испытывает через эти вещи нас. Луки, 9 глава, 57 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И Ешуа сказал Ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову. Аминь. И это первая причина, почему люди, они не следуют за Богом. Вопрос, как мы будем жить? Да, люди сразу же задают вопрос, а как я буду жить? Вот пойду я за Богом, и что я буду делать? Ну, слава Богу, будешь жить с Господом. Все будет хорошо. И Господь благословит тебя. Но люди переживают и думают, что если они последуют за Богом, то они не смогут жить. Почему? Потому что на служение надо приходить. А что, служение, оно забирает всю нашу жизнь, оно дает нам жизнь. Там мы наполняемся Словом Его. И вы знаете, то, что, как бы, люди находят в себе причину и говорят, ну, что я буду делать в своей жизни? Ты будешь жить вместе с Господом. И это намного лучше. Потому что дьявол обманывает и говорит то, что без Бога лучше жить. Но с Богом жить намного лучше и намного спокойнее. То есть первое, это забота этого века, это беспокойство, это работа, это суета. Это то, что уводит нас в сторону. И это первая причина, по которой люди, возможно, не начинают двигаться за Богом. Или, возможно, в какой-то момент в своей жизни перестают идти за Богом. Потому что они поглощены вот этими переживаниями. А как я буду жить? Наша жизнь, она в Господе. И Бог дает нам время на этой земле, чтобы мы жили. Только с одной лишь целью. Чтобы здесь, на этой земле, мы прославили Его. Почему, когда мы покаялись и пришли к Господу, Бог в тот же момент не забрал нас на небо? Только потому, что мы должны донести Слово Его до людей, которые окружают нас. Только потому, что мы должны поделиться этим спасением с людьми, которые окружают нас. Только поэтому мы до сих пор еще здесь находимся и живем, братья и сестры. Конечно же, Бог работает с нашей жизнью. Конечно же, Бог изменяет нашу жизнь. Да. Это да и аминь. Но ведь Бог мог нас сразу в тот же момент забрать на небеса. Поэтому жить мы должны с Господом. И не думать, как здесь вот этот человек думает. Иешуа видит его сердце. Иешуа не просто так ему говорит. Но, видя его сердце, он говорит ему то, чего он ищет. Он ищет дома. Он ищет какого-то приобретения. Второе, то, что мешает нам следовать за Господом. А другому сказал, следуй за мною. То есть мы видим, что Иешуа призывает его. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иешуа сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Аминь. И это вторая причина, по которой люди, они или оставляют Господа, или не начинают даже идти за Ним, это привязанность к родным. Привязанность к родным. И здесь как бы он говорит очень такую, знаете, сильную причину, я должен пойти похоронить отца. Я думаю, что и многие соглашаются, то, что отец еще не умер. И он просто имеет в виду, что нужно позаботиться о старости отца. То есть нужно как бы быть с отцом, заботиться о Ним, как нам говорит заповедь. Но Иешуа говорит, в первую очередь в нашей жизни должен быть Господь. И уже оттуда во все остальное. Привязанность к родным, она может мешать нам двигаться за Богом. И родные могут стать определенным идолом в нашей жизни. Они могут воровать наш мир, наш покой, который дает нам Господь. Почему? Потому что они уже важнее Бога в нашей жизни. Это вторая причина. Я думаю, через это тоже сатан, он искушает верующих людей, чтобы увести их в сторону от Бога. И последнее, это третий человек, который обращается к Иешуа. Это 61 стих. Еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. И здесь это третья причина, и это как наши родственники будут жить без нас. Это забота о наших родственниках. То есть, если первое, это была привязанность к нашим родственникам, то второе, это забота о наших родственниках. Как же они проживут без меня? Они не проживут без меня. Но Господь говорит, что все в Его руках. И то, что Он заботится о нас и о наших семьях. Если мы верим и доверяем Ему, то мы двигаемся за Ним. Давайте здесь же откроем в Луки 14 главу 26 стих. Это очень тяжелое место. О том 14 глава 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Аминь. Видите, как написано? В первую очередь у нас должен быть Господь. Это не значит, что мы должны ненавидеть своих близких. Это не значит, что мы должны ненавидеть своих детей. Но это значит, что в первую очередь перед нами должен быть Бог. И если Бог смещается, то на Его место становится один из перечисленных здесь людей. И тогда Он становится идолом, который лишает нас покоя, лишает нас радости в Господе. Появляются ссоры, распри и все остальное. Человек плохо себя чувствует. В Писании написано, в 1 Фессаллокеницам, 5 глава, 21-22 стих, то, что мы должны все испытывать, хорошего держаться. И дальше написано, удерживайтесь от всякого рода зла. Что значит все испытывать? Как мы можем все испытать в нашей жизни? По плоду. Так Писание говорит. Мы все должны испытывать по плоду. Какой плод это производит в нашей жизни? И как я сказал, если производит плод плохой, что тебе плохо, внутренне. То значит, это становится уже твоим идолом. Удерживайтесь от всякого рода зла. В Писании, вы знаете, там где в Ветхом Торе написано то, что искушал наш народ Бога. Там написано, он испытывал Бога. Я думаю, что Бога мы испытывать не должны. Я думаю, что Богу мы должны доверять и верить. Потому что там Бог, он гневался на народ за то, что они испытывали его. Мы должны двигаться за нашим Господом и верить Ему. И держаться хорошего. Господь это то, что есть хорошее в нашей жизни. Самое лучшее в Нем. Мы все время принимаем решение, куда мы пойдем и что мы будем делать. Постоянно избирая. И мы постоянно должны проверять это основание. А я следую за Ешо в своей жизни. Он является основанием моей жизни. Мое хождение за Ним, оно каждодневное или нет? Второе, то что мы зачитали с вами, это то, что мы должны его бояться. И брат Артур начал говорить об этой теме в Порошат Шавро в одном духе. И второе, это как мы зачитали с вами во Второзаконии 13 главе, это то, что мы должны бояться Бога. И это второе основание нашей веры. Страх Божий, бояться Бога. Его бойтесь, написано. И вы знаете, почему-то вот так вот как-то принято именно в определенных христианских направлениях, что страх Господень, он уже не нужен. Что как бы Бога надо только любить. И страх Господень, он на самом деле уже не нужен. Я думаю, то, что это обычная ошибка. В первом Иоанна, они обычно опираются на это место, и они говорят то, что... Помните место, которое говорит 1 Иоанна 4 глава 18 стих? То, что в совершенной любви, совершенная любовь, она убирает всякий страх, да? Изгоняет всякий страх. И то, что как бы в любви нету страха. То есть страх не должен быть. Но там на самом деле говорится вообще о другом. В той... Если вы посмотрите в том отрывке, там говорится, что наша любовь к Богу, она убирает страх свидетельствовать о Нем. Она убирает страх поступать так, как хочет Господь. Но она не убирает страх, именно Божий страх. Не об этом речь идет. Там вообще говорится о другом. О том, что мы должны именно исполнять волю Божью в своей жизни. Давайте посмотрим, какие благословения скрываются в страхе Божьем. И давайте посмотрим определение самого страха Божьего. Это притчи. Притчи, 8 глава, 13 стих. Притчи, 8 глава, 13 стих. Смотрите, как написано. Страх Господень – это ненавидеть зло, ненавидеть гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Аминь. Вот что такое страх Господень. То есть это, скажем так, предохранитель, который помогает нам ненавидеть то, что ненавидит Бог. Ненавидеть зло, как здесь написано, ведь мы дети света, и мы дети добра, и поэтому мы действительно ненавидим зло. Ненавидеть гордость, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ненавидеть высокомерие, когда человек выставляет себя самым умным и самым незаменимым. Мы вот знаете, вчера на домашке такую тему затронули, то, что иногда люди как бы говорят, вот я когда помолюсь, Господь исцеляет. То есть как бы выставляет себя вперед, ставит себя как бы то, что, ну это я, вот ты ко мне обратись, и Господь тебя исцелит. Знаете, и тем самым затмевается Бог, то есть это я помолюсь. И это своего рода определенное высокомерие, то есть человек возвышает себя, он как бы думает о себе много. Писание говорит, чтобы мы не думали о себе много, но почитали один другого высшим себя. Так говорит Слово Божье. И здесь написано то, что страх Господень, о, это ненавидеть высокомерие, ненавидеть путь зла, то есть образ жизни и образ мышления зла, так как зло думает, так как зло действует, это путь зла. Ненавидеть коварные уста, вот это тоже интересно, в Иврите написано, уста, которые изменяются, метабхот. То есть это уста, которые сегодня говорят одно, завтра говорят другое, а послезавтра говорят третье. Иногда, к сожалению, встречаешь таких людей, которые сегодня с тобой, брат, браток, да я там тебя, а завтра там что-то нет, и он уже там даже на тебя не посмотрит и не подойдет, не поздоровается с тобой. Уже никакой не браток, уже никакой. Вот не должно быть этого в нашей жизни. Знаете, мы должны быть да, да, нет, нет. А то, что посередине, то от лукавого. Так Слово Божье говорит. Нет, то да, то нет. Или да, или нет. Нет, то есть ненавидеть коварные уста, это тоже страх Божий. И вы знаете, для меня, вот я уже делился с вами, хороший пример именно страха Божьего, это когда мы действительно переживаем, что мы потеряли Бога из своего вида. Мы переживаем, что мы не видим Его, мы переживаем, что мы не рядом с Ним. Мы переживаем, что если мы пойдем куда-то в другое место, Бога не будет рядом с нами. Это все равно, вот как сын, я давал вам этот пример, то, что сын потерялся в каньоне. И он начал бегать, начал плакать, начал кричать, а где папа, где мама? Он начал переживать, то, что он не видит своего отца и свою мать. Вот точно так же мы, страх Божий, это потерять отца из своего вида. Потому что мы его любим, как сказал брат Артур еще раз, потому что мы его любим и боимся потерять его. Интересно, знаете, то, что один из семи духов, давайте откроем с вами это место, один из семи духов, книга Исаия, 11 глава, один из семи духов, которые почили на Сыне Божьем, Исаия, 11 глава, 2 стих. И почиит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и Дух благочестия, написано у нас. В Иврите написано, и Дух страха Божьего. Я думаю, есть разница. Благочестие и страх Божьего. Написано в Иврите, и Дух страха Божьего, почиит на нем. Конечно же, это все Дух Святой. Но если на Ишуа почил Дух такой, страха Божьего, то, конечно же, и на нас должен обитать этот Дух. Что делает страх Божий в нашей жизни? В притче, мы там открывали, давайте еще раз откроем. В притче, 16 глава, 6 стих. Там написано, что страх Божий, он защищает нас. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Амин. Мы видим, что страх Божий, он уводит нас от зла, он защищает нас. Он призван для того, чтобы быть защитой для нас. Как тот предохранитель, который помогает нам избегать зла. Притчи, 1 глава, 7 стих. Притчи, 1 глава, 7 стих. Смотрите, как там интересно написано. Начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Амин. В иврите написано, начало дат. Дат – это познание. Да? Потому что, когда познал Адам и Еву, используется слово имена. Яда. Да? Начало мудрости у нас написано. Там написано начало познания. Начало познания Бога. Это страх Господень. То есть, все начинается со страха Божьего. Со страха Божьего мы начинаем познавать нашего Бога. И это то, что дает нам страх Божий. Притчи, 10 глава, 27 стих. Прибавляет жизнь нам. Страх Господень прибавляет дней. Летажи нечестивых сократятся. Амин. Являет милость Свою Господь. И 14 глава, здесь же в притче, 26-27 стих, написано, что страх Божий является источником жизни. Используется слово имена Мако. 14 глава, 26-27 стих. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Аминь. То есть, помните, мы говорили с вами об искушении. То, что дьявол пытается словить нас в своей сети. Страх Божий, это одна из защит, которая помогает нам избежать сети дьявола. Боящиеся Бога не будут нуждаться ни в чем написано. Что мешает нам иметь страх Божий? Гордость, высокомерие, как мы сказали, коварные уста, путь зла и само зло. Это то, что мешает нам и искушает нас сатана тоже через это. Через гордость. Потому что гордость убирает страх Божий в нашей жизни. Человек начинает думать, что он сам все может. Через высокомерие тоже искушает нас дьявол. И через уста. Мы должны следить за своими устами и за тем, что мы говорим. Третье, это соблюдение заповеди. Это третье основание веры. Соблюдение заповеди. Я напишу равно, любить Бога. Помните, Ишуа сказал, что тот, кто любит его, он что сделает? Он соблюдет заповедь его. Поэтому я написал равно. Соблюдение заповеди равно любить Бога. Что нужно для того, чтобы исполнить заповедь и исполнить то, что Бог хочет в нашей жизни? Конечно же, Дух Святой. Конечно же, Ишуа как пример. Конечно же, сама заповедь. И мы можем исполнить заповедь иногда вообще так, как не хочет, чтобы мы ее исполнили Бог. Писание, помните, у нас в русском очень многие на это место опираются, именно на русский перевод. Написано, старайтесь исполнять. Писание, заповеди. Старайтесь исполнять. В иврите вообще нету старайтесь. В иврите написано везде, там, где у нас написано, старайтесь исполнять. В иврите написано, что мы должны то, что мы должны сохранять само исполнение, мы должны сохранять так, как исполнять заповедь, так, как правильно ее исполнять, сохранять исполнение заповеди. Там вообще не говорится о том, что мы должны стараться, нет такого, но именно сохранять исполнение самой заповеди и сохранять, как правильно исполнять эту заповедь. И здесь, конечно же, мы должны исполнять заповеди во свете такого основания. Основание исполнения заповедей, как правильно исполнить, это Иешуа. Он показал нам, как правильно исполнить заповедь. Это Иешуа. Потом, это две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душой твоей и возлюби ближнего своего. Две заповеди. И это как бы блок такой. Знаете, Иешуа это первый блок, потом две заповеди, потом десять заповедей блок. И потом уже дальше 613. И вся Тора. Все Слово Божие. Знаете, что интересно, что иногда, то есть как бы исполнять заповедь, в первую очередь, мы должны через линзу, если мы посмотрим, что вот каждая часть это линза, через линзу Иешуа. Двух заповедей, потом десяти заповедей. То есть мы не можем исполнить десять заповедей, если мы их не исполняем в свете двух заповедей, если мы их не исполняем в духе Иешуа Мессии. Мы не можем исполнить правильно заповедь. Мы не можем исполнить все остальные заповеди, если мы не исполняем их в свете десяти заповедей и, опять же таки, двух заповедей. Иногда люди, исполняя заповедь, что они делают? Они берут, допустим, 613, да? И они ставят их сюда, обходя две заповеди, обходя вообще Ишуа. Или наоборот, берут 10 заповедей, обходят две заповеди, самые главные. Это неправильно. Мы можем исполнить заповеди, которые более большие мы хотим исполнить. Только если мы их исполняем в свете двух заповедей. Поэтому, когда Давид пришел к священнику, то он дал ему еду, он дал ему хлеба. Поэтому, когда к Ишуа, здесь, кстати, два соединяются, когда к Ишуа привели женщину в прелюбодеянии, то они пытались исполнить заповедь, но они пытались ее исполнить из лукавства, потому что они хотели уличить Ишуа. Они хотели выставить его не в правильном свете. И они пытались обойти самые главные две заповеди. Они пытались обойти, на чем основывается все. Но Ишуа показал, как правильно исполнить все заповеди, которые даровал нам Господь. Когда мы строим здание, мы же вначале ложим основание, правильно? Потом мы ставим стены, потом окна, двери, крыша вначале. Мы же не ставим вначале стены или вначале крышу. Уже не на чем поставить крышу. Точно так же и здесь должно быть основание. Основание – это Ишуа. Две заповеди, которые дал нам Господь. Потом десять заповедей, потом дальше. И только так мы действительно с помощью Духа Святого сможем исполнить Его Слово так, как Он хочет от нас. Четвертое основание. Четвертое основание – это слушать голос Божий. Слушать голос Божий. И здесь, конечно же, это Дух Святой. Основание нашей веры. Слушать голос Божий и Дух Святой. Каждое из этих оснований, оно должно укрепляться в нашей жизни. И Сатан искушением и испытанием, Бог будет утверждать испытанием каждое основание, Сатан будет пытаться каждое основание подбить искушением. Итак, голоса Его слушайте. В Иоанна, давайте откроем Евангелие от Иоанна, третья глава, восьмой стих. Третья глава, восьмой стих. Вы знаете, я это место очень люблю. Потому что до того, как я нашел это место, то каждый раз, когда я говорил, что я слышал голос Божий, на меня так смотрели, как бы, ну ты вообще, с тобой что-то не в порядке. Слышал голос Божий. Ну, в наше время, понимая, там Авраам мог слышать голос Божий, ну ты там куда? И когда я нашел это место, я сказал, слава Богу, я не сумасшедший. Аллилуйя. То есть я действительно должен был слышать голос Божий. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Аминь. Смотрите, как Писание говорит, то, что всякий рожденный от Духа, он слышит голос Божий, и он не знает, откуда он приходит, и куда он уходит. Вы знаете, это не то, что вот так вот раз, и там я вызвал, и тут ко мне, слава, тебе надо пойти и то-то сделать. Нет, я не знаю, откуда приходит этот голос, я не знаю, куда он уходит. Но вот так, как я сейчас сказал, так Господь говорит к нам, и это должно быть с каждым, кто рожден от Господа. То, что мы должны научиться, это различать голос, различать голос этого мира, и различать голос Божий, когда Господь говорит к нам. И здесь же в Иоанна, в 10 главе, с 3 по 5 стих, 10 глава, с 3 по 5 стих, там написано то, что про пасторя, и как овцы слышат голос своего пастора. Ему предверник открывает, и овцы слушают голос его, и он зовет своих овец по имени, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Амин. Здесь, видите, написано то, что мы обязаны, должны знать голос своего пастора, имеется в виду в прямую Иешуа Мессии, и то, что Он говорит к нам, обращается к нам по имени. Вы знаете, это очень близкая связь. Бог знает каждого из нас. И Он обращается к тебе лично по имени. И говорит лично к каждому из нас, чтобы мы, двигаясь за Ним, делали что-то делали, а что-то не делали в своей жизни. Всякий рожденный, Он слышит его голос, как я сказал. Иногда Господь, когда мы оглохли немножко, ну и не только, когда оглохли, говорит, обращается к нам, может, ну, как помните, через ослицу, может нам обратиться и через людей вокруг нас, вообще неверующих, потому что мы уже не слышим. У меня было то, что вот сестра вдруг посередине собрания встала и зачитала стих. Я понимаю то, что Господь говорит ко мне, да, вот четко, обличая, она даже не знала, что происходит, а Бог говорил ко мне. То есть, иногда и такое бывает, когда мы уже не слушаемся Бога. так же Господь говорит через служителей, через пастыря. Все мы должны исследовать, как мы с вами говорили, и проверять по плодам, и доверять нашим служителям. То есть, если мы подошли к служителю, и служитель нам сказал, брат, вот ты должен двигаться так, ты начал двигаться так, и ты видишь, это хороший плод в твоей жизни происходит, твоя жизнь изменяется к лучшему. Так начни уже доверять этому служителю, потому что Бог говорит через его устав в твою жизнь. Пастырь в первую очередь, конечно же. И советуйся, имей совет. Услышал, вы знаете, как бы, здесь я хочу подчеркнуть такую мысль, что помните, когда к Аврааму Бог сказал то, что он должен своего сына принести в жертву. Я делился вчера, я думаю, то, что если бы сегодня, да, вот, был бы Авраам, и Господь проговорил бы ему такое, то, наверное, большая часть общин, они бы отлучили от Авраама, от причастия, и вообще выгнали бы его из собрания. Ну, как Господь может сказать такое? Да? Ну, как бы, а мы видим то, что там Бог говорил к нему. И иногда, как бы, пути Господни, решения Господни, мы не знаем, но Бог, Он говорит к нашим сердцам. Точно так же, как мы умеем различать голос своей матери, голос своего отца, обращение, интонация, что Он нам говорит, куда Он нас направляет, точно так же мы должны учиться различать голос небесного отца. пятое основа, пятое основа, это Ему служите, Ему служите, Ему служите. И Писание говорит, увидите разницу между служащими Ему и между неслужащими. Малахия 3 глава 18 стих. Разница будет в чем? Когда мы служим Богу и когда мы не служим Богу. Насколько мы познаем Его, насколько мы прилипляемся к Богу. И люди, которые не начинают что-то делать для Бога, служить Ему, у них не получается прилипиться к Богу. Служение Моисея, это вообще очень интересный и большой уровень служения. Чувство Моисея, помните, как мы уже размышляли над этим, почему он хотел перейти за Иордан? Не потому, что он искал какой-то выгоды, потому что он хотел что-то приобрести для себя. Но он хотел защитить свой народ и полностью исполнить волю Божью, уничтожив те народы, которые там находятся. Потому что если бы Моисей зашел, поверьте уж точно, бы уничтожил всех и не оставил бы никого. Потому что он был очень преданный Господь. цена служения Мессии, то, что он пострадал за нас, умер. Павел ради спасения нашего народа был готов сам остаться без спасения. Вы знаете, Ешуа сравнивает служение ближнему, служение ближнему и посвящение себя ради других людей с любовью к Нему. В Иоанна 21 главе 15-17 стих, когда он спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Он три раза у него спрашивает. И в греческом там немножко по-другому написано, 21 глава с 15-го по 17-й стих. Когда же они обедали, Ешуа говорит Симону Петру, Симон, Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. И здесь полностью правильный перевод. То есть в первую очередь он говорит, заботя о ягнятах, о людях, которые только-только пришли к Господу. И тем самым ты проявишь свою любовь ко мне. В служении людям и в заботе о других людях мы проявляем любовь к Господу. Заботясь о самых слабых, тех, кто только-только родились и только делают первые шаги к Богу. Еще говорит ему в другой раз, Симон, Иоанн, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси овец моих. В греческом написано, стань пастырем. Стань пастырем. То есть, стань человеком, который берет ответственность за себя. Стань пастухом овец моих. Человек, который ответственный, берет на себя какую-то ответственность. Мы должны научиться в своей жизни, если мы любим Бога, брать ответственность за других людей. Брать ответственность за что-то перед Богом. И последнее он говорит ему в третий раз, Симон, Иоанн, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал, Господи, ты все знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси овец моих. Амин. И в третий раз он ему говорит, не просто стань пастырем, а он ему говорит, ты еще и заботься о них, паси их. Любовь к Богу, это когда мы готовы брать ответственность за других людей, когда мы готовы заботиться о новых людях, заботиться об овцах, служить им. Моисей и Ишуа, они все показали нам в этом примере, служение ближнему, когда Ишуа будет отделять козлов от овец, он не будет отделять их по тому, насколько хорошо они знали Писание. Он не будет отделять их по той причине, как высокого служения они достигли. Но он будет их отделять по тому, как они служили людям, окружающим вокруг их. служили людям, которые вокруг них. По этой признаку будут отделены овцы от козлов. И я думаю, то, что вот как брат Артур хорошо сказал, то, что крест это жертва для каждого из нас, то, что взять крест и нести, это центральное служение, которое должен был исполнить Мессия. И это постоянно становиться жертвой ради других. Самое главное, для чего Бог хочет, чтобы я, то самое главное, что Бог хочет, чтобы я исполнил в своей жизни. Для Мессии это был крест, а для нас это каждодневное искание Его воли. последнее, пятое, шестое, шестое, это прилепляться к Нему. Прилепляться к Богу. Во всех местах вы можете увидеть, что, когда говорится, чего Бог хочет от нас, то Он хочет, чтобы мы прилеплялись к Нему. Прилепляться к Богу это тоже одна из основ нашей веры, которая не будет возможно без того, что мы будем служить Ему, которая не будет возможно без того, что мы будем слушать Его, которая не будет возможно без того, что мы будем соблюдать заповеди Его, бояться Его и следовать за Ним. Все вместе в комплекте, оно автоматически ведет нас к прилеплению к Богу. И если мы говорим о прилеплении, как о Девик, Девик это клей, который прилепляет нас, то это как раз вот эти вот пять составляющих, которые прилепляют нас к Богу. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы основания нашей веры, они укреплялись, чтобы мы все больше и больше следовали за Ишуа, чтобы мы все больше и больше в нас обитал страх Божий, чтобы мы соблюдали заповеди Его, чтобы слушали голос Его, Ему служили и прилеплялись к Нему. Амин. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги и давайте совершим молитву. Дорогой Господь и Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даровал нам, Господь. И мы молим Тебя, Отец, чтобы Ты помог нам с каждым днем все больше и больше не терять Тебя из вида, Господь, все больше и больше следовать за Тобою и исполнять волю Твою святую в нашей жизни. Чтобы страх Твой, Он Божий, Он защищал нас, Господь, от всякого зла, от всего того, что есть в этом мире, всего того, что отдаляет от Тебя, Господь. Мы, наоборот, хотим быть ближе к Тебе. Господь, мы молим Тебя, чтобы мы все больше и больше слышали голос Твой святой, чтобы мы все больше и больше, Господь, служили Тебе и прославляли Тебя на этой земле своей жизнью, чтобы, Господи, все больше и больше нам прилипляться к Тебе, посвящать свою жизнь Тебе и двигаться за Тобою, Господь. Благослови каждого из нас, чтобы нам, когда встретимся с Тобою, услышать от Тебя, хороший и добрый раб, войди в радость Господина Своего. Благослови нас, Отец, во имя Ишуа, Месси. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok